Давайте его распакуем. На коробке никаких обозначений нет. Писали бы хотя бы, что это за процессор. Было бы гораздо удобнее. На передней панели 2 USB 3.0 и кнопка включения. На нижней крышке номер модели Zen 4000, а также информация о блоке питания. На задней панели 2 USB 3.0, 2 HDMI, гигабитный Ethernet, вход для наушников, вход для блока питания и USB Type-C. Type-C поддерживает DisplayPort. Дальше в комплекте крепление на монитор, HDMI кабель. Блок питания на 65 Вт. Это, пожалуй, самый мощный блок питания, который был на канале. И на дне коробки остались лежать резиновые ножки. Так как этот мини-пк приехал пустым, надо будет снять нижнюю крышку, а потом превратить ее обратно и налепить ножки. Снимаем нижнюю крышку. И здесь мы видим 2 слота под оперативную память, 2 слота под накопители и Wi-Fi от Realtek. 8852. Поставим туда накопитель из прошлого мини-пк с N150. И поставим 2 плашки DDR4 на 3200 МГц по 8 ГБ. Что в сумме даст 16 ГБ. Давайте взглянем на самую важную часть этого мини-пк. Это его процессор. Это Ryzen 5 4500U из 2020 года. Процу уже 5 лет. Что ж, поддерживая все современные инструкции, 6 ядер и 6 потоков. Встроенная графика Vega 6. И я более чем уверен, что она сильно мощнее, чем графика в N100 и N150. Единственное, что меня здесь огорчает, это то, что последний драйвер релизом за 24-й год. За август 24-го года. Скорее всего, новых оптимизаций под игры ждать не стоит. Переходим к синтетике. В мультипотоке этот мини-пк набирает 4570 баллов, а в одном потоке 1147 баллов. Показав очень даже неплохой результат для мобильного процессора, судя по табличке. В CPU-Z в мультипотоке 2219 баллов, а в одном потоке 448, что в принципе близко к десктопному i7-7700K. А еще, по примеру розетки, я решил добавить в тесты Geekbench, так как он показывает еще и производительность встроенной графики, что очень удобно взять и добавить в табличку. Я теперь веду гугл доку, куда выписываю всю синтетику из видосов, так что переходите в описание, ссылка будет там. В Geekbench 6 процессор набирает 1500 баллов в однопотоке и 5500 баллов в мультипотоке, а встроенная графика набирает 10600 баллов в Вулкане и OpenCL. Также в комментариях под прошлым видео просили вот эту вот программу, она получается показывает, какие кодеки поддерживаются аппаратно. Ну что ж, VP9 есть, а вот AV1 я здесь не вижу и скорее всего у нас будут некоторые трудности с ютубом. Собственно, давайте перейдем к нему. YouTube, 4К, 60 кадров в секунду, кодек VP9. Здесь есть выпущие кадры, я кстати думал их в принципе не будет, так как здесь графика сильно мощнее, но видать это еще зависит от кодека, встроенного в процессор, скорее декодера. И так понимаю, он немного не справляется, однако каких-то либо, знаете, вот подвесонов или статоров я не заметил, так что все окей. Перейдем к играм. Dota 2, минимальные настройки графики Full HD. Катка с ботами. Здесь получается в среднем 45 кадров. Статоров нету, просадок рандомных тоже не было, играется замечательно. Потом я решил замахнуться на Counter-Strike 2. Это минимальные настройки и 720p. И по-моему еще включенный FSR. Здесь обычно мониторинг не работает, а работа только встроенной. Где-то там в районе 40 кадров рисует. Я пробовал соваться играть с людьми, но там что-то прям дико тяжело. Начнем с того, что бывают просадки и краски в эти просадки ты убираешь. Следующая игра ZZZ. Здесь все прекрасно играется при Full HD разрешении и минимальных настройках графики. Играть можно в свое удовольствие. График реймтайма достаточно ровный. GTA 5 играется достаточно неплохо. 40 кадров в секунду, Full HD, минимальные настройки, плотность населения на среднем. Я, кстати, в GTA 5 ожидал меньшее количество кадров. Прям я удивлен, что хорошо идет. Grid 2, Full HD, минимальные настройки графики. Получается что-то в районе 75-80 кадров в секунду. JSCOS 3, минимальные настройки графики 720p, что-то около 50 кадров. Я где-то еще час поиграл в JSCOS на этом мини-ПК и не встретил никаких проблем. Это, кстати, первый мини-ПК на канале, на котором нормально идет эта игрушка. Да, на минималках, да, 720p, но при этом играется отлично. Мини-ПК достаточно неплохо справляется с игрушками, но это явно еще не его предел. Поэтому я поднял его теплопакет сначала на 20 ватт, но я не заметил особой разницы. Даже наоборот, тесты стали хуже, так как изначально процессор бустился до 35 ватт. Поэтому перезашел и выставил 40 ватт. И уже с 40 ваттами провел все тесты по новой. Даже не так, с 45 ватт, почему-то когда ты указываешь 25 ватт, то максимум процессор потребляет 20 ватт. Но вернемся к тестам. Поднятие теплопакета увеличило производительность в мультипотоке на 21%, что достаточно неплохо. Конечно, в однопотоке особой изменений нету, считая на уровне погрешности. А что не на уровне погрешности, так это температуры. Они во время теста достигали 92-95 градусов. А еще хочу отметить то, что в многопоточке почти догоняем i7-7700K, что очень даже достойный результат. В CPU-Z прирост еще больше, где-то в районе 28%. А вот в Geekbench прирост минимальный, всего 9%. А вот где прирост производительности прям чувствуется, так это в играх. Например, в GTA V почти 60 кадров в секунду. Я гонял все кампанию, но можно пойти и сунуться в онлайн. Я уверен, проблем не будет. В Dota 2 тоже получился прирост в районе 10 кадров. Если бегать по карте, то будет где-то 80-70 кадров в секунду. В замесах что-то в районе 55. Gascos 3 тоже стал играться получше. Есть редкие просадки ниже 50 кадров, но обычно 50+. А вот в Zenless Zone Zero, на удивление, никакого прироста производительности не произошло. Ну то есть играется абсолютно так же. А напоследок я решил погонять нейросети. Все же здесь достаточно мощная графика и было интересно, а что она может при генерации картинок. Это Stable Diffusion для DirectML и 16 гб оперативной памяти не хватило. Ее нужно значительно больше, поэтому я увеличил оперативку до 32 гигабайт. И этого впритык хватило, чтобы немного погенерить картинки. Генерация занимает в среднем 10-11 минут. Давайте подойти итоги. Мне этот мини-пк понравился. Мне он обошелся примерно в 10 тысяч рублей пустой, без оперативки и без накопителя. Сейчас он продается даже чуть дешевле. Многие под прошлым видосом рекомендовали попробовать его, так как он предлагает куда более интересные характеристики за примерно те же деньги, по которым продавался N100 и N150. И тут я абсолютно согласен. За условно 1012-13 в сборе Ryzen 4500 поинтереснее, нежели N100 или N150. Однако сейчас N100 и N150 продаются в сборе дешевле 9 тысяч рублей, и все же теперь это уже разная весовая категория. Поэтому его будет корректнее сравнивать с, скажем, Intel N305, который ко мне приехал и в скором времени будет на него обзор. Где мы сравним его с Ryzen 4500U? Что мне понравилось? Первое это производительность. Даже производительность его в стоке, без разгона. Я, кстати, разогнал его чисто для видоса. Ну то есть я бы на постоянку 45 ватт не использовал. Вроде как он справляется с нагревом. Да, в синтетике было 90 плюс градусов, но это только в синтетике, в играх было меньше. При этом я понятия не имею, как там устроена цепь питания, и что, возможно, находится в перегреве, и долго он так может не прожить, поэтому и вам я разгон не рекомендую. А из очевидных минусов это только его шум. Компьютер достаточно шумноват. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро увидимся.